В Владивостоке активно реализуются проекты по благоустройству, авторы которых – сами жители. Так, например, на Лермонтово, 93, в поселке Трудовое монтируют новую спортивную площадку. Поблизости от дома уже есть волейбольная и детская, но теперь к ним присоединится еще один новый объект. Все это в рамках грантового конкурса «ТОС», который реализуется при поддержке губернатора Олега Кожемяка. Инициативной группой жильцов подготовлены документы для участия в программе «Территориальное местное самоуправление». По данной программе у нас появилась возможность на месте старой разрушенной спортивной площадки сделать новую спортивную площадку со спортивным инвентарем, которая будет покрыта мягким покрытием, то есть для удобства. На этой площадке будет заниматься как молодое поколение, так и люди пожилого возраста. Среди проектов, предложенные ТОСами Владивостока в этом году, спортивные детские площадки, камеры видеонаблюдения, скверы, парковочные зоны и дороги. А вот, например, жители старинного дома на Светландской 85 решили вернуть территории исторический облик. Создав ТОС и выиграв грант в полтора миллиона рублей, начали с реконструкции лестниц во дворе. Позже планируют сделать инсталляцию с историей дома и устраивать краеведческие встречи. Обустроить инсталляцию, на которой будут расположены фотографии первых жильцов нашего дома. И также будет у нас на детской площадке корвет, потому что дом офицера флота, будет детская площадка. А с правой стороны у нас есть очень активный жилец, который у нас очень любит хвойные деревья и сажает там. И в той стороне мы хотим устроить лавочки, места отдыха для жильцов дома. Отметим, что из 70 проектов, поданных на конкурс по решению вопросов местного значения, отбор прошли 65. Это означает, что они уже в этом году будут воплощены в жизнь. Так на улице Часовитина установили спортивную площадку. Теперь дети могут весело проводить время, развлекаясь в спортивной зоне или на детских горках. Получить деньги и выстроить то, что хочется. Вот у нас получилось. По словам жильцов, для успеха, задуманного в ТОСе, самое главное – ничего не бояться и участвовать в подобных мероприятиях, потому что результат есть. А Управление развития общественных инициатив в администрации Владивостока сопровождает и помогает в реализации каждого проекта. Анна Дьякова, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok